Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава 2 книги Хроник или Паралипоменон Я читаю для библейского портала экзегет Перевод российского библейского общества Итак, у нас с вами воцарился языки Царь, подобный Давиду Впервые мы такое определение встречаем А царь, который перезаключает завет Он немножко еще и Моисею Сароном подобен Но он, конечно, не новый завет придумывает Он заново подтверждает прежний, ветхий завет Израиля с Богом И главное событие богослужебного года Вообще календарного года Это Пасха, празднование исхода из Египта Затем языки созвал всех израильтян Иудеев совершит в Господнем храме Пасху Господу Бога Израиля Он даже написал племенам Ефрема и Моносии Приглашая их прийти в Иерусалим Это северное царство, которое уже отделилось от южного И отношения довольно плохие Но кто-то же там почитает Господа Царь, посоветовавшись со своими сановниками И всей Иерусалимской общины Решил совершить Пасху во второй месяц Вообще-то должны были в первый месяц В четырнадцатый день Но мы читали в прошлой главе Как они еще не закончили очищать храм От языческих всяких символов К тому времени Во второй месяц они не смогли совершить ее В обычное время, потому что необходимое количество священников Еще не прошло освящение И народ еще не собрался в Иерусалиме И царю и всей общине показалось правильно поступить именно так Слушайте, они Пасху перенесли? Реформаторы? Обновленцы? Да нет, просто в то время не смогли А отказаться от ее празднования не хотели Более того, судя по тому, что здесь написано Это вообще-то первая Пасха после большого перерыва Кажется, ее перестали праздновать совсем Потому что это отдельное большое событие Решили отпраздновать Пасху Если бы это был каждый год Что об этом писать? Написали бы по-другому И эту Пасху они отпраздновали особенно Радостно или торжественно Не так, как прошлую А здесь просто они решили наконец отпраздновать Видимо, Пасха не стала к тому моменту Еще ежегодным праздником должна была Но среди вот этих абсолютно языческих каких-то обрядов Она и состояться-то толком не могла Они решили объявить об этом по всему Израилю От Бешевы до Дана Приглашая всех совершить в Иерусалиме Пасху Господа, Бога Израиля Не часто ее совершили, так как написано в законе Вот подтверждение этой мысли От Бешевы до Дана, то есть от севера до юга Как у нас сказали бы от Калининграда до Владивостока Но царство-то разделено Дан уже северное царство давно И с ним отношения плохие Это как если бы сказали от Львова до Владивостока Вот уже другое совсем государство С очень сложными отношениями Особенно в Дане Там святилище местное стоит Но пригласить можно всех Кто придет, кто не придет Второй вопрос Гонцы по царскому указу возвестили по всему Израилю По всей Иудее послание царя и его сановников В котором говорилось Сыны Израиля, вы обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака, Израиля То есть Яков получил имя Израиль И тогда он обратится к вам К тем, кто уцелел после нападения ассирийских царей А там Ассирия уже наседает на северное царство Хроники об этом ничего не рассказывают Но Ассирия уничтожила северное царство Не будьте подобны вашим отцам и родичам Которые нарушили верность Господу Богу и их отцов За что он и навел на них разорение Как вы сами видите Так не упрямьтесь, подобно вашим отцам Возденьте руки к Господу И приходите в святилище, которое освящено навек Послужите Господу вашему Богу И тогда он отвратит от вас свой пылающий гнев Если вы обратитесь к Господу То к вашим родичам и вашим детям Станут милосердно пленившие их ассирийцы Уже северное царство в развалинах И подчиненную Ассирии И дадут им вернуться в эту страну И угнали в плен Огромное количество населения Ибо Господь ваш Бог добрый и милосердный Он не отвернется от вас Если вы обратитесь к нему Гонцы шли от одного города к другому Обходя земли Ефрема, Моносии, даже Завулона То есть совсем маленькая племя Чего туда-то пошли В какой-то, я не знаю, Биробиджан Конотоп, да, но и туда Но их встречали только насмешками и издевательствами Но некоторые люди из племени Асиры, Моносии, Завулона Все же смирились и пришли в Иерусалим Отдельные, да Но всегда остается вот такая тема У ветхозаветных пророков остаток Остается какое-то количество людей Которые верны Богу И от этого начинается новая жизнь В Иудее же Господь вселил в сердца людей Единодушное стремление исполнить повеление Царя и его сановников Во исполнение Слова Господнего В Иерусалиме Собралось во второй месяц множество людей Чтобы отпраздновать праздник пресных хлебов Огромное собрание А пресные хлебы, собственно, есть Пасха Да, неделя пасхальная, когда едет пресный хлеб Тогда они уничтожили все жертвенники в Иерусалиме В том числе жертвенники для воскурения Бросили все это в Кедронский овраг То есть там такая свалка языческих предметов Жертвенники, конечно, различных божеств В том числе для воскурения Это как бы маленькие такие, да Туда не животных кладут А благовонные вещества И это, может быть, даже где дома у кого-то стоит Пасхальных ягнят закололи в 14-й день Второго месяца То есть на месяц позже отпраздновали Пасху Священники и левиты устыдились Осветили и очистили себя И принесли всесожжение в Господнем храме Они стали исполнять свои служения Как полагается по закону Моисея Человека Божьего Священники брали из рук левитов Жертвенную кровь и совершали окропление Поскольку среди собравшегося народа Было много людей, которые не прошли освящение Значит, они еще из этого язычества Как бы не вышли, да Не проходили обрядов Левитам было поручено заколоть огня За всех, кто был нечист для того Чтобы совершить священные приношения Господу Смотрите, получается, что Поскольку они не могут определить Кто чист, кто нечист Заколите огня за всех Сделайте этот очистительный обряд Вот массово, да Такая коллективная форма покаяния Множество пришедших из племен Ефрема Моносии, Сахара и Завулона Это северные племена Не прошли очищения Но все же они ели пасхальных ягнят Вопреки написанному в законе Значит, они нечисты ритуально Потому что, может быть, они совсем недавно Еще языческие приносили жертвы Совершали обряды И надо бы это сделать по-другому Но обстоятельства-то не позволяют Ибо языки помолился о них так Благой Бог допростит каждого Кто всем сердцем стремится к Богу Господу, Богу своих отцов Но не прошел очищения Предписанного для святилища Господь услышал молитву языки И исцелял народ И языки реформатор Он возвращается к прежнему поклонению Господу Это так Восстанавливает храм Но он видит, что точное исполнение всех требований невозможно Храм не успели очистить ко дню Пасхи Пасху празднуют на месяц позже Не все пришедшие ритуально чисты Ничего языки молятся о том Чтобы Господь их принял в таком виде И Господь принимает То есть, дело не в форме Застывшее, окостеневшее Которое надо бесконечно воспроизводить Дело прежде всего в расположении сердца А форма может быть изменена Календарная форма или ритуальная форма Израильтяне, собравшиеся в Иерусалиме С великой радостью праздновали праздник пресных хлебов В течение семи дней Левиты каждый день восхваляли Господа А священники воздавали Господу славу Игрой на музыкальных инструментах И языки его одушевил каждого левита И они показали, что хорошо знают Господне служение Семь дней они ели жертвенное мясо Приносили пиршественные жертвы И благодарили Господа Бога своих отцов Вся община решила продлить праздник еще на семь дней Совсем здорово, да? Мало им Они долго не праздновали Пасху Давайте ее праздновать в двойном размере Две недели вместо одной И эти семь дней они праздновали с радостью Языки царь иудея дал общине тысячу быков и семь тысяч баранов А сановники дали тысячу быков и десять тысяч баранов Многие священники осветили и очистили себя Многие, но не все То есть даже среди священников, возможно, кто-то не был готов И там было упоминание, что левиты отнеслись более добросовестно Ничего себе! Как они отступали от формы! Радость охватила всех собравшихся там иудеев и священников и левитов И те, кто пришел на праздник из Израиля, из Северного Царя Служи разоренную Осирией И всех переселенцев, пришедших из израильской земли и живших в Иудее То есть те, кто пришел только на праздник И те, кто уже переселились, чтобы жить в Иудее В Иерусалиме поднялось ликование Ибо не бывало такого в Иерусалиме со дня Соломона, сына Давидова, царя Израиля Со дней Соломона не праздновали Пасху Или праздновали, но как-то так, слегка, мимолетно Как же они все быстро упустили Вот эта вот картинка, что прям Древний Израиль, Ветхий Завет Это вот такие благочестивые люди, которые все делают как надо Насколько же она не соответствует самой Библии? Священники и левиты стали благословлять народ Их голос был услышан, ибо их молитва дошла до небес Святой Обители Бога Вот, мне кажется, языки — это истинный облик консерватора Кто такой консерватор? Кто-то все консервирует, вот как есть Пусть оно лежит так во веки веков Нет, тот, кто исправляет существующее Возвращаясь к изначальному смыслу К изначальным вещам, ритуалам, праздникам Делам, поступкам, жертвоприношениям, молитвам И при этом может себе позволять очень большую свободу В адаптации к современности, к той ситуации, которая есть Подлинный консерватизм, консерватизм языки Это не мертвый догматизм, вот так и только так И больше ничего никогда нельзя Это живое творчество Хорошо, они отпраздновали Пасху, а дальше 31 глава расскажет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!